Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Также в описании к этому ролику вы сможете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Амаркетса, где каждый день мы размещаем большое количество аналитического контента. Очень будет полезна, прежде всего для нас, обратная связь с вашей стороны относительно качества постов и, может быть, будут даже конкретные рекомендации, пожелания, что добавить, что изменить. Мы открыты к предложениям. Кстати, друзья, вы можете писать все то, что я только что отметил, в комментариях к этому брифингу. Будет все принято к сведению. Ну что ж, последний день этой недели, впереди выходные, как и всегда, проведите их хорошо. Следующая неделя обещает быть очень интересной и насыщенной точно на фундаментальный фон, потому что следующая неделя это долгожданный банковский форум Джексон Холл, который мы ждем много месяцев и сейчас уже прекрасно понимаем, что это событие станет тем самым потенциально искомым, переломным моментом для доллара, потому что во время выступления Павла, кстати, оно анонсировано не на четверг, как я думал, а на пятницу, состоится 27 августа. В момент его выступления могут быть даны конкретные сигналы относительно того, что будет дальше с программой количественного смягчения. До сих пор мы гадаем, как какой-то отчет повлияет на решительность Федрезерова. Пытаемся найти ответы в протоколах заседания, которое состоялось месяц назад. То есть понимаем, что они уже совершенно неактуальны и позиция голосующих членов могла уже существенно измениться. Но все-таки лучше работать с чем-то. Все вот эти за и против, все точки над и будут расставлены, друзья, уже на следующей неделе, поэтому ждать осталось недолго. Я заранее вас готовлю к тому, что движения на рынках будут серьезными. И если следующая неделя именно выступление Павла станет переломным моментом для доллара, у нас будет возможность говорить о новых трендовых динамиках и сломах, разворотах тех тенденций, которые мы сейчас наблюдаем. Ну а пока что на рынке все обсуждают ковид, то, как он повлияет на мировую экономику. Самым лучшим индикатором того, что все плохо, является рынок нефти, который продолжает снижаться уже трехмесячные минимумы. В частности, бренд, за которым мы следим, сейчас котируется на уровне 66,81. Локальный минимум был в районе уже 65 долларов за баррель. Мы стараемся анализировать объективно то, что происходит в экономиках ведущих потребителей углеводородов. И здесь отдельно самый, может быть, даже больше акцент делается на Китай. Ранее, в начале недели, мы говорили о трех индикаторах состояния китайской экономики. Роничные продажи, промышленное производство, инвестиции, капиталовложения в народное хозяйство. Везде была просадка, и по некоторым из них, особенно по промышленному производству, многолетние минимумы. Загрузка нефтеприабатывающих предприятий на территории Китая сейчас находится на минимальных значениях за последние 18 месяцев. Закрыты порты, и 16 из 18 провинций сейчас находятся в жестких ограничениях. Количество заболевших продолжает расти, и, к сожалению, те компании по вакцинации, которые проводились, пока не приносят своих плодов. К чему это приведет, никто не знает, друзья. Но у нас есть печальный опыт 2020 года, когда мы помним, как сильно инвесторы начинают паниковать внезапно за потенциальный обвал спроса. И, конечно же, такой ситуации уже не будет, но все-таки сейчас, даже если не рассчитывать на какой-то суперсерьезный обвал котировок бренда, даже с учетом тех уровней, которые мы наблюдаем сейчас, лучше всего поставить на то, что нефть продолжит снижаться, не обозначая какие-то горизонты для развития этой нисходящей динамики. Как только новостной фон улучшится, мы найдем с вами причины, найдем достаточные аргументы для того, чтобы нефть купить. Но пока что только лишь вниз. Сегодня на повестке экономического календаря два отчета, это роничные продажи, то есть одинаковый релиз только по разным странам, по Англии и по Канаде. Кстати, фонт и канадец – это два рисковых актива рынка Форекс, где я все еще надеюсь на какие-то решительные действия со стороны регуляторов, стоящих за этими экономиками, из-за сильного фундаментального фона. По британской экономике, прогресс на рынке труда, в промышленности, в сфере услуга, в целом по инфляции индекс потребительских цен стабилизируется в районе 2%, могут быть экстремальные скачки еще, но пока что все идет к тому, чтобы Банк Англии снова опередил всех прочих регуляторов, оказался в числе первых, кто повысит процентную ставку. Хочется, конечно же, оказаться в нужное время и в нужном месте, в данном случае найти оптимальную точку для покупки фунта. Но если сегодня фунт проигнорирует потенциально сильные данные по роничным продажам, можно будет смело сказать, что фунт точно такой же аутсайдер рынка Форекс, который игнорирует любые перспективы изменения денежно-кредитной политики. И такая же ситуация сейчас в отношениях канадского доллара. Индекс доллара 93.53, 10-летние американские трежеры с 1.24 снижаются и тут же опять же золото начинает расти 1786. Мы, к сожалению, не достали до нашей недельной цели 1800 долларов за тройскую унцию, но день только начинается. Вполне возможно, что увидим проход до туда сегодня. В целом, я продолжаю оптимистично смотреть в отношении рынка драгоценных металлов и вам рекомендую делать то же самое. Джанет Хелен, которая сейчас возглавляет Министерство финансов США, признала, что влияние новой вспышки дельты на американскую экономику значительное. И, возможно, будет целесообразно продлить выплаты повышенных пособий по безработице. Вот, понимаете, все, к чему идет. Возможно, к тому, что ФРС признает необходимость и важность сохранения экономических стимулов. Но, опять же, чтобы не повторяться, все будет известно уже на следующей неделе, 27 августа. А пока что опираемся на слабую статистику, роничные продажи, мичиганские настроения от потребительских настроений от мичиганского индекса. Все это за то, чтобы ФРС ничего не предпринимал и на этом фоне остается потенциал за долгосрочным снижением американского доллара. И по остальным активам, в частности, по австралийцу и новозеландцу продолжается развитие мощного медвежьего ралли. Возможно, здесь цели сделаем быстрее, чем думали. Потому что каждый день это по фигуре потери для этих активов. В Новой Зеландии, где буквально несколько дней назад было всего лишь несколько случаев ковида, уже 33. И растет по экспоненте. Я думаю, что те решения о режиме изоляции четвертого уровня максимального, кстати, этот режим продлен до вторника, эти меры не помогут в том ключе, в котором хотелось бы, чтобы они помогли. Поэтому у новозеландца сейчас точно такие же перспективы обвала, как и у австралийского доллара, который ранее столкнулся с резким ростом количества заболевших и стал жертвой пересмотра прогнозов экономического восстановления из-за ухудшения ситуации с ковидом. Ну и что касается американского фондового рынка, здесь снова мы видим восстановительную динамику. Вчера закрытый день в плюсе, сейчас котировки 4400 пунктов. Цель 4500 остается по-прежнему в силе. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошего вам закрытия недели. Всем пока!